всем привет всем привет мы в солнечном порта дала крус на решила сделать себе приятное отменить уборку и поехать гулять по порта дала крус так будет личная экскурсия сегодня точнее вчера было три года моему каналу так что можете меня поздравлять и об этом мы сейчас будем общаться всю эту прогулку которые вам буду рассказывать и показывать красоту порта сразу рассказал приехала на автобусе автобус номер 103 идет санта-круз 50 минут прямой за остановок лагуне останавливается вот и что а я с лагуне ехала 25 минут тут сайте с этой стороны ботанический сад если вы едете номер 102 санта-круз он дает с другой стороны порту то есть ботанический сад уже он не заезжает но идет тоже на автостанцию порта дала крус это вам такой гайд гид по путешествию по тенерифе если вы хотите сами путешествовать на автобусе так вот еще раз говорю номер 103 идет санта-круз стоимость не знаю может быть и 10 евро будет стоить ну 56 точно будет стоить поездка на 100 бесплатный проезд у тенерифчан местного населения поэтому по ценам ничего вам не могу подсказать так вот выходит на основке лапас это следующее после ботанику после ботанического сада идете на мирадор лапас очень красивое место с этого начинать свою экскурсию по порту дала крус вот спустили с остановочки наверху остановочка и сразу же указатель мирадор лапас здесь как-то жила моя хорошая знакомая и показала мне всю эту красоту а то я знать не знала столько раз было в порте не знал что здесь такая красота имеется в лагуне рисует сегодня 23 апреля крус 26 и завтрашнего дня у нас уже 18 в лагуне калима наверно идет потому что видите сзади меня калима тэйды тэйды такой вот в дымке да это значит что у нас калима на острове пришла на 1 смотровую площадку вот так она выглядит есть терпушка еще один огромный мирадор пока мы подойдем в мирадор смотровая площадка пока подойдем сюда посмотрим как здесь красиво или нет как этот этаж чуть пониже потому что там не беспокоить съемками спустилась пониже мне кажется сюда лучше вид красота красота красотишка мама спорта галакрус сегодня ветрено но я с микрофоном надеюсь меня будет хорошо слышно дорогие мои вот такое ущелье где-то же еще путь метровая нара чуть ниже будет смотровая или по той стороне не будет еще одна смотровая видите бассейнчики люди купаются сгорают одним словом порт галакрусы это продолжается ну как я и говорила что 1 января теплая а 2 января видите похолодание так что если хотите лучше приезжать в первой половине января потому что вторая может быть под вопросом будет ли тепло или нет так извините это и есть площадь посвященная туристу мирадор что я как-то давно здесь не было один раз была и заплутала помните я здесь снимала сейчас ставлю ссылочку вот здесь возле этого не скажу памятника монумента который посвящен туристу что думаю какая-то так и есть это место так выглядит смотровая пока люди разошлись снимаю я была на низшем этаже как-то на втором этаже а я была вот там снимала вам сразу же люди стали не бояться да так а мы пойдем вот в эту сторону еще прогуляемся там снимаем красоту ну что начну вам потихонечку рассказать про мои три года на тенерифе про три года моему каналу я приехала в конце 2020 года декабря я не помню 19 число было декабря вот я почувствовала что не болит рука но нам ней бресте болела но здесь еще стало больше болеть думаю что такое залежала даже вот здесь вот это вот область шея плечо мне жутко колола болела я не знала что со мной происходит даже у кого-то на крышу бассейн прикольненько так вот кто там арендует комплексе на крышу бассейн и там вот тоже такой этажами отель или апартаменты в бассейну красотишка к я вам буду рассказывать про свою жизнь заодно красоты это на лифе да там или супер для вокруг снимать красота в эту историю я буду долго не буду усугубляться короче мне болела рука и через какое-то время я поняла что у меня тромб буквально через неделю какой через неделю через три дня 23 числа не у жутко заболела рука и мы поехали в больницу там меня полечили до обследовали сказали что у меня тромб поэтому мои планы были при приезда на тендерриф конечно же идти работать ну и попутно снимать пока я там жду документы youtube канал я сразу ехала с целью что я буду снимать потому что я двадцатом в середине в августе начал снимать на испанском языке канал так он у меня стоит колом не раскручены то есть пробовать себя в блогерском деле вообще моё не моё это вот и решила конечно же снимать красоты тендеррифы потому что я думаю нам русским всем людям с постсоветских стран эта тема интересна пальмы море океан отдых испания я думаю многим это страна так сказать близко к сердцу и многие бы хотели здесь отдыхать или даже жить ну и вот несмотря то что я была больна на больничной койке не жутко болел то рука но энергии было много желание было много снимать открывать свой канал и вот 15 января 2021 года три года назад да поздравьте меня аплодисменты вышло мое первое видео про пункту про пункту дали дали где мы жили я сходила прогулялась поснимала конечно же у меня был маленький словарный запас потому что я стеснялась на камеру говорить одно дело знаете там с подружкой разговаривать вот сейчас у меня часто я с вами общаюсь как с подружкой я наконец-то пришла к этому чтобы не стесняться не бояться камеры я уже не запинаюсь я уже говорю то что думаю и не думаю да целя поя бы ляпать вот поэтому страх камеры у меня постепенно ушел на тот момент конечно же было дыр борт я 10 раз переснимала один кадр сейчас как бы я уже вот снимаю все мне уже намного меньше работы чем это было раньше здесь на первой линии стоят отели и довольно таки дороговатые и так чтоб сказать чтоб там вау было то нет но кто хочет первую линию вот можете брать 5 отель будет вам красивый вид на океан так вот я снимала снимала поняла что так не было дело это не знаю нереально получалось я старалась и снимала и чет там короче выдумывала ничего не получалось документами тоже ничего не получалось пришлось ждать целых полтора года эти документы уже меньше не хотелось не замуж началась какая такая вот скукота скучание по дому типа вот хочу осень хочу зиму хочу весну там уж там что-то не нравится там это не нравится за море уже надоел так и она доела однообразие надоело хочется сказать обратно в свою родную беларусь и уехала да кто со мной кстати пишите в комментариях кто со мной с первого года выпускание с первого видео но вот хотя бы с первого года это очень интересно если старички на моем канале что-то мне подсказал что мы здесь не спустимся здесь нет ступенек вниз придется подниматься наверх и там по дороге обычно дороге где ходят машины идти вниз ту дорогу я знаю здесь я так понимаю дороге нет чтобы спуститься вот так прям к океану а почему нет потому что здесь идет трасса видите там внизу туннель здесь короче ну никак не предполагается спуск к воде здесь такая долгая длинная дорожка можно гулять красивым видом обожаю обожаю порта здесь океан другого цвета такой темно-синий насыщенный цвет все там была кафешка я прошла и мимо может там что-нибудь и выпить и посидеть пока я чуть не знаю хочу хочу не решил что я хочу я думала где-то внизу присесть подумаем взяла штатив на его лень доставать я составила здесь на заборчик телефон по снимок я с не выгляжу помните я позавчера воскресенье погладила кое-какие вещи гардероба погладил это платье что я его погладила я вскочила и побежала вот такая красавица видно вам меня не видно еще сейчас переставлю другое место пока переставлял вас другое место пришли люди ну и лучше здесь лучше такое место что вот можно поставить и не бояться что свалится этот телефон а то я ставил там заборчик а тут прям хорош такая снова так вот поснимаю как я выгляжу там я вроде поставил на кадрах вину мало немножко в таком платьичке до стройнела похудела и наверное похорошела да скажете хорошо я выгляжу вот девушка проходил еще раз переснимаем по стройнела похорошела и упал мой телефон плага вот сюда упал вот так перевернулся закончились максимальные съемки в следующий раз надо обязательно заставать штатик и экспериментировать такая красотишка вам еще и наверное отсюда мы уже будем уходить еще дальше прогуляемся и пойдем спускаться вниз второй год 2022 год раскрутки моего канала я сделала глупо что я перестала снимать youtube любит стабильность желательно каждый день выставлять видео в одно и то же время тогда он начнет тебя рекомендовать и раскручивать твой канал если же ты этого не делаешь как говорится тебе самому это не надо то youtube тем более не надо я уехала беларусь перестала снимать прошла психологический курс потому что я поняла что дело во мне они в людях люди тоже виноваты по-своему но большинство это мои проблемы внутри мои проблемы мои внутренние триггеры вот этот отель с шикарным лидом они на той террасе я спрашивала по-моему завтракают и обедают возможно это чисто такая столовка местная там наверху есть ланджо ландж зона как называется ну короче туда могут прийти все там по-моему есть небольшой бассейн лежаки и барчик и могут там отдыхать не только эти постояльцы отеля но в тот день было жарко и мы там не остались вообще-то очень красивый район лапас утопает в зеленых цветах а вот бугенвилье цветет еще раз будем гулять с другой стороны от дороги так вот краса на каждом шагу единственное что зимой как так поменьше цветов я была в августе то здесь юля августа было больше цветов все-таки зима антонориса тоже цветы опадают за ней тоже нужен уход подстригать поливать она такая тоже будет капризная бывает красивая такой шапкой сейчас очень красиво но было лучше так и вот она аллея агаты крести аллея агаты крести этой писательницы знаменитой писатель сюда мне подарить гриле агаты крести если вы думала на шерсть потому что она здесь сделала они так вот это писатель так все туда я не пойду я уже наснимал вам предостаточно красивых видов чтобы понимали я вышли на остановке сразу же завернула и сделка кружок так взяла и возвращаясь сейчас к дороге и только по этой дороге можно спуститься к набережи ну я предполагаю другой другого пути я не знаю по крайней мере так возвращаясь моему второму году я прошла психологический курс поняла свои так сказать затыки свои триггеры свои проблемы и у меня умерла мама да поэтому как у меня было абсолютно недосъемок я где-то была грустила в трауре и только в середине 2022 года до мировой юбе конце июня я стала выставлять видео и получается вот как я стала выставлять опять мне надо было целый год чтобы набрать свою аудиторию чтобы вернули зрители и таким образом я смогла подключить монетизацию только через год вот прошлом году двадцать третьем в мае про мои ощущения тенерифа я была счастлива я прошла психологический курс я была в ресурсе я приехала с огромной любовью и благодарность к моему мужу наши отношения улучшились даже говорю вот что значит только хотя бы одному партнеру проработать свои психологические травмы уже двум человекам становится легче дышать так что я вам нельзя рассказать про психологию на своем же примере я вижу что это работает что-то помогает что это действует снова вернулись на эту смотровую пришли вот оттуда смотровая и идем вот туда фото второй год свой на тенерифу я была безумно счастлива меня все устраивало мы переехали жить в ла вагу ну а ну вот начались у меня проблемы да вот эти челюстные зажим начался то ли от холода то ли от неров то есть я не поняла вот здесь есть дорожка может по ней можно спуститься не дать них идти вот туда на трассу попробуй здесь спуститься я думаю что это был невроз вот этот невроз все таки как вы знаете как нехорошо ты жил с мужем все равно ты живешь в чужой стране ты не реализован я очень переживала за канал что у меня не растет каждый раз когда мы встречались с рамилью я ей ныла на эту тему говорила ой когда же вырастут мои подписчики когда шли уже буду зарабатывать на ютубе короче невроз может то еще сработало имя вот начались эти зажимы сейчас я их проработала стихотерапевта мне уже намного легче в том году как бы это зажим есть но уже не в такой форме если например в том году это было сто процентов то в этом году ну может быть 20-30 процентов осталось от этого понимаете чем больше я об этом думала красивой бугенвили чем больше я об этом думал тем больше я загоняла себя проблема круче здесь хотя этот бассейн мы ходили девочка не видно покупаешь напитки на видного будет не видно покупаешь напитки и можно загорать в этом бассейнчике так а мы идем вниз вход бассейн со стороны дороги ну короче я долго думала что делать и наступил 2023 год где я решила что мне доехать беларусь потому что в испании я попробовал обследоваться никто не захотел обследовать что у меня как у меня и поэтому был план ехать беларусь когда был план июнь ну и июль июля июнь или сентябрь вот и в итоге я полетела в сентябре беларусь свою родимую беларусь ну и на канале у меня наконец-то выросли подписчики благодаря шортс коротким шортс я стала их чаще загружать ведь каждый загружаю благодаря этому растут подписчики ну и конечно же как я уже говорила поменялось мое сказать видение блога я стала более раскрепощенная рассказываем что-то про себя про психологию и тем самым немножко поменялся мой канал теперь он не чисто посвящен жизни в испании посвящен и моей жизни в испании не только ушли с побережья здесь такая эта улица где нет ветра хорошо идешь волосы не растрепаются вот уйдешь такая вся как метелка там на дороге тоже ветер а здесь хорошо тишина очки поют кафешечки туристы отдыхают одним словом рай вот я же говорил что минус порта что он весь вот такой вот на ступеньках на горах я сейчас спускаюсь а прикиньте вот снизу подниматься я тут спущусь и пойду потом на автостанцию а людям то здесь живет каждый вот так подниматься надо по ступенькам так опять пойдем вниз куда иду не знаю вот вместе с вами изучаю порту что и вы не бойтесь когда приезжаете на отдых вот так ходить гулять по улочкам на что-то красивое интересное точно набредете вот а уже здесь есть ветер немножко ну что на третьем году жизни я поняла что не хочу работать вот так ходить на работу прямо с 8 до 5 вставать в 6 утра нет вот сейчас у меня полностью поменялись поменялись намерения я не хочу работать как это такая присказка да я не хочу как это сейчас помню такая-то штучка я не хочу учиться хочу жениться так и я отучилась отработала теперь я поженилась и живу свое удовольствие муж мне обеспечивать я не раз вам об этом говорила для чего я выходила замуж для того чтобы меня обеспечивал муж всем необходимым если бы я хотела оставаться одна надо было оставаться одной и самой все это обеспечивать поснимаем вам красивый вид оказывается здесь можно спуститься я всегда шла по дороге а тут можно спуститься если кратишь путь намного вот . здесь какой-то наверно магазин отель и вот туда идем вниз вот сюда очень красивый вид вот для него это может какой-то торговый центр надо подойти узнать что это и как там наверно меркодона точно я знаю может кто-то еще торговый центр пойдем посмотрим здесь кстати не светит солнце можно показать свой макияж красилась глаза красила мы губы то вы видели здесь так прикольно лавочки вот такие и люди садятся и смотрят и смотрят на всю эту красоту короче порта да он создан для отдыха здесь лавочка 10 и здесь нельзя какая-то кафешечка пойду посмотрю что это кафешечка какое-то крутое заведение ни одного свободного столика тела посмотреть меню ну ладно другой раз я уже поела дома немножко мне чисто кофе попить где-нибудь присесть она пользуюсь очень поснимаю вам витринку вот я здесь и сяду сейчас на кофе и какой обалденный тортик на его возьму сначала думала пройду мимо нет чем-нибудь возьму покажу попью кофеечек такая какая-то несимпатичная девочка попросила у нее тортик она говорит мы закрываемся в 4 это это сейчас только 325 короче не хотелось им не обслуживать я в 4 уже ухожу типа полчаса она будет часто убирает тут мыть за что еще делать ну ладно да ладно короче я без постеры без пирожного пришла в торговый центр который я вам снимала вообще не интересована в одном интересном месте надо было попросить с этой девочки в это место но я думаю что здесь тоже будут они вот я их уже и нашла я их не нашла казалось что туалета на втором этаже я так понимаю на втором этаже тоже меркалона внизу значит надо искать туалет так на нулевом тоже 100 лет не чтобы знали от сеус это означает туалет да все нашла это интересное место очень легко и просто оказалось так прикольно двери открылись в лифте на улицу думают куда я приехала такой вид тут я так понимаю на рассмотровая здесь вот торговый центр ладно пойдемте на смотровую я вообще хочу магазин манго закрыта на террасу ладно пойдем поищем магазин манго если он здесь или нет нашла я магазина манго такой нормальный торговый центр с базовыми магазинами энкойн трасс радивариус то есть что-то из одежды можно купить и из обуви тоже если вдруг вы приехали его что-то резко порвалось или потерялась так и мы пойдем вниз сторону набережной на океан поснимаем вам красивый вид я уже говорила когда была в порт первый раз я хотел здесь остаться жить но потом вот из этих гор что вверх вниз и туристов 10 ма передумала и захотел жить санта-круз или на лагуне на лагуне мне очень нравится десна что там очень холодно и на лагуна чисто такой вот местный город где живут спад испанцы там мало приезжих и таким образом можно окунуться в атмосферу испании и прочувствовать местную жизнь местного населения и что мои планы на ближайшее время продолжать вести свой youtube канал ну и хочу наверное попробовать поискать работу все же все же деньги нужны до чтобы путешествовать я хочу путешествовать и для этого нужны деньги поэтому я не там иду надо было идти по аллейке люди там все люди идут я внизу иду здесь тоже можно идти так что запишусь на английский надо распечатать свое резюме произносить по магазинчикам а вот это меня кто-то и возьмет на работу вот такие мне планы на ближайшее будущее красивая аллейка к я вот здесь шла по тротуару можно идти по центру не бояться тебя раздавят кстати в порта много русских вот уже на всяких местах слышала русскую речь немец немцев немцев конечно больше но русских тоже предостаточно иду и думаю хорошо что я вот там не села не выпил этого кофе у меня же праздник надо где-то сесть морепродукты поесть с белым вином так уж и быть иду и думаю три года канала никого не позвала на празднование пошли уже когда выезжала вспомнила что три года канала ни подружки не написала может поехал праздновать рождения друга вот буду праздновать вместе с вами с моими любимыми дорогими зрителями а потом еще разную с подружкой с мужем чё такие три года не год поэтому можно несколько раз праздновать да и да вот оно море точнее даже океан смотрите как красота давно я не наслаждалась морским бризом ударящими волнами об камне там люди пытаются загорать вообще в этой стране только сорфингом занимаются что нет мировол нету для серфингистов так тут конечно зайти в воду еще огромная проблема камни зайти то ладно выйти потом поэтому просто все сидят и наслаждаются видом на океан на красивый пляж и вам заодно поснимаю океанчик и пользуясь случаем нам попрошу скинуть мне донатик так как у меня праздник порадуйте своего любимого блогера суперспасибо евро 23 можно 10 сколько мне жалко вот такой красивый вам снимаю на горы на отеле облака счастье все всем желаем кто мечтает посетить тенерифе в этом году чтобы было ваше желание ваше так сказать долго играющие наверное желание да кто мечтает я думаю с россии очень трудно приехать с европы то люди приезжают россии сейчас конечно не добраться что еще одна волна красотичка красота идет большая волна ну-ка я ждал чтобы большая 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 волна все мы уходим туда землятся куча людей пойдем дальше гулять по порту ну еще одна красота выбирала чуть-чуть по часах почти выбрала хотел уже купить была маленькая царапина пойду короче другое место если не будет амалили вернусь туда и решила не покупать дорогие а снекерс как один снекерс не снимала короче вам потому что музыка играла вся девять евро стоит очки я решила не заморачиваться смысл переплачивать два раза пойду короче другой магазин искать сегодня кстати хороший жаркий день люди видите отдыхают лага марте нас озеро марте нас спросила про цены вход 550 лежак два с половиной и зонтик два с половиной короче 10 евро и на ребенка два с половиной евро вход на короче 10 евро заплатить на целый день можешь лежать за играть купаться здесь вот несколько бассейнов ту сторону еще зона в эту сторону бар вообще лучше приходить конечно своим съеду и с выпивкой вот такая вам красота время пол 5 я сейчас пройдусь по магазинам и пойду на ранний ужин есть морепродукты единственное что здесь порта очень дорого я уже прошлась первой линии ресторан до кидала по 20 евро ну не 20 за 16 пойду туда глупо искать есть ничего не найду то не знаю что буду есть пиццу буду есть хотелось бы кальмары с белым вином так подошла к пляже где можно купаться какие-то сильные волны люди экстремалы купаются это единственный нормальный пляжный футбортов где можно купаться даже то не пряжь вопрос то выход к воде ну волны конечно сильные туда получается надо по этой по лесенке подниматься или сюда выходить за холодает за вечерей холодает я присмотрела себя очки не знаю и покупать или не покупать наверное пойду куплю все же если я люблю новое покупать вроде протерли вот те же что я смотрела в первом магазине во втором нашла вроде как были без царапины но есть возможность заказать онлайн возможно мне приведут новые стоящие думаю зайду на сайт посмотрю чудо как здесь вот такие как бы эти ступеньки можно сидеть там красиво на саксофоне играл парень все захожу на сайт и иду где-то сожжусь кушать я посмотрел есть очки наличие сняла уже микрофон также закажу онлайн еще дешевле получается чем в этом магазине расскажу вам про эту скидочку поснимаю вам отель переделали после пандемии такой взял интересный дизайн отеля это непонятно мы когда шли с мужем смотреть я думаю что это строитель для леса такой дизайн оставили отель все иду наверх в поисках еды бабушка уже половину порт спустилась оттуда там кафешечка и пойду сюда хочется где-то присесть красивом месте было неплохое заведение с хорошей едой дешевой вкусной канарской там как-то так куца за столика против столика без зелени но здесь такая зона более красивая посмотрю меню если там есть там где нет где за что-то дорого я так ориентируюсь пойду в проверенное место где мы всегда пришла на красивую улочку здесь раньше были барчик 4 не поняла закрыта может не там вечером открывается в обед и вечером все остался без еды какая-то туча уже висит над порт да пойду искать другое местечко до прочитала что призыв до 6 вечера люди пообедали все это каужин будет бар и полу пустыне что ни туда ни сюда 5 15 сейчас а я уже вернусь свою холодную лагуну могут холоднее нормально еду меркодону прошли прошла все бары были закрыты люди нормальные цены то есть они тоже обед отслужили и только ужин то может быть все мечи открываются поэтому еду меркодону покупать вкусняшки праздновать три года каналов я уже дома купила себе суши белое вино и буду праздновать праздник своего канала смотрите суши взяла взялась кровопалочки я люблю с майонезиком вот так и хумус не знаю что вот первое что я увидела хумус но с морковкой но он мне не в тему может завтра-назавтра буду есть и здесь у меня белое винишко охлаждается моя любимая и мороженое на десерт и пора размораживать в холодильник не сможем мы должны были убирать елку но в итоге все разошлись по гулянкам да может завтра это сделаем а пока будем наслаждаться а это кошечка моя хотят Юлька Мапола вы ноги я уже ее пожмякала пообнимала да у нас вы красавица 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 ты моя маполи 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 Валентия вообще не слушается все было еще пару 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 дней и мы ее точно уберем эту елку завтра-последавтра надо убирать обязательно но пока прощаюсь с вами принимаю поздравления с моим каналом три года на канале подписывайтесь на мой канал смотрите каждое мое видео оставляйте лайки оставляйте комментарии мою поддержку я же свою очередь вас всех люблю обнимаю целую всем все хорошего до скорых встреч все пока пока все скажи всем пока пока